Здравствуйте, друзья! У нас тут любопытный зритель задал сразу 6, что ли, 7, тут 6 вопросов по поиску работы. Я вот так попробую по одному. Резюме номер один. Как быть с нерелевантным опытом? В одном из своих видео о резюме тестировщика вы говорили, это я был, что нужно найти что-то такое в выполняемых обязанностях, что будет связано с проверкой качества. Да, но если ты не тестировал программное обеспечение, ну что-то же ты там проверял на соответствие. Все, что человек делает, оно связано с какими-то нормативами, там, я не знаю, стандартами и так далее. То есть есть какой-то элемент, и он всегда присутствует, поэтому найди в том, что делал. Была такая идея. Как быть, например, с резюме девелопера или системного администратора? Ну, друзья, то, что можно сделать иногда в резюме тестера, тестировщика, не всегда можно сделать в резюме девелопера или системного администратора. С системным администратором проще, потому что где бы вы ни работали, всегда есть какие-то вещи, может быть, которые, ну, которые нуждаются в работе системного администратора. Может быть, вы там как-то помогали на добровольных началах, я не знаю, между делом. Но, во всяком случае, смотреть надо по обстоятельствам. То есть, как вам сказать, есть общая идея, и она состоит в том, что если ты не работал конкретно там программистом или админом или тестером, а работал еще кем-то, может быть, там что-то было. И это что-то не обязательно было, может быть, администрированием или, допустим, программированием. Но оно может содержать какой-то элемент технический. Или какой-то элемент, который тоже важен в работе программиста или системного администратора. Вот просто мозгами надо пораскинуть, зная свою профессию, в которой ты работаешь, надо немножко прикинуть. Это просто общий принцип, а конкретика, она всегда, так сказать, привязана к вашему резюме, образованию, там, и так далее. Резюме и бодишопы. Второй вопрос. Если человек работал в компании, ну пусть будет Майкрософт, через бодишоп, там, назовем бодишоп, как это отразится в резюме? Корректно ли вместо названия компании указать Майкрософт через бодишоп? Или все-таки правильно указывать бодишоп? Правильно указывать Майкрософт. Вы можете так же, многие это делают, пишут Майкрософт через, там, Рабинович Консалтинг. Это можно. Но, в общем-то, когда я на вас смотрю, как наниматель, и я интересуюсь, где человек работал, какой у него опыт, большая компания или маленькая, там, инструментарий, там, и так далее, то мне не важно, кто вам зарплату платил. Ну, ну, понятно, что большая компания, вы были консультантом, вас через кого-то наняли. Через кого вас наняли, мне настолько пофигу, вы себе даже представить не можете. Но что вы делали, на каком проекте вы были, что это была за компания. Поэтому, если я через компанию Рабинович Консалтинг работал полгода в Майкрософте, полгода в Эппле и полгода в Фейсбуке, значит, я пишу Майкрософт, Эппл и Фейсбук. А когда я буду заполнять то, что называется Employment Application, в следующий раз мне дадут там позицию, я буду заполнять формочку. И я в ней напишу, что я работал в Майкрософте, через этих, в Фейсбуке, через тех, а где-то там еще, через кого-то, вот там укажу. А работодателю совершенно без разницы. То есть это не несет никакой полезной информации. Значит, дырки в резюме. Иногда между последней работой на родине и первой работой в США, да и между работами в США могут возникать временные пробелы, gaps, да? Как компании к ним относятся? Есть ли какие-то критерии по допустимости и длительности этих пробелов? И в чем эти пробелы в резюме можно заполнить? Тут много субъективного. Я считаю, вот, персонально, да, что если вы из одной страны переезжали в другую, и у вас там этот гэп составляет 6 месяцев, это настолько нормально, что, ну, конечно, человек переезжает, у него там семья, ему надо заехать, там, оформить документы, снять жилье, там, приобрести автомобиль, сориентироваться на местности. Ну, что такое? Ну, так он полгода не работал. Ну, это же видно, что он из страны в страну переезжал. А как он должен был? Как будто он там из одного района Москвы переезжал в другой, что ли? На следующий день наработать? То есть я считаю, что это совершенно нормально. Теперь, вот эти вот дырки в имплоименте бывают часто у людей по разным обстоятельствам. Например, была рецессия, и мы все знаем, что была рецессия. И я 3 месяца не работал. Ну, так я 3 месяца не работал, ничего страшного. Бывают люди там 3 месяца не работают, потому что решили там в горы пойти, или там в какой-то поход длительный, или там на круиз уехали, или, я не знаю, там поехали в Россию навестить бабушку в сибирском селе. Что такое? То есть до 3 месяцев вообще даже напрягаться не надо. Ну, так он 3 месяца где-то там болтался, обычное дело, отдохнул. И вас могут спросить, а что 3 месяца где-то был? Ну, так вышло. Отпуск был. Там на круизе был. Давно хотелось там на львов в Африке поохотиться. Бывают, особенно у женщин, бывает такое, что с детьми, там семья, нужно было за кем-то посидеть там с папой, который был в плохом состоянии здоровья. Это бывает тоже. То есть бывает, что не откупишься деньгами, надо самому посидеть. Так бывает. Но я бы не стал какие-то семейные такие вещи вытаскивать, или там личные туда вытаскивать. Тут еще есть момент. Если экономика такая вот, все поглощающая, как сейчас, то есть любой человек, который что-то может делать, ему уже есть работа, на него есть спрос. Не нужно сильно напрягаться, чтобы вот эти вот вещи как-то там причесывать. Что их причесывать? Но когда совсем плохо, когда там на одну позицию там 5 человек и так далее, вот тогда начинается совершенно другая игра. И тогда, может быть, это было бы более таким адекватным ситуацией. Вопросом я бы сейчас ничем сильно не закрывал эти пробелы. Особенно, если вы там на контрактной работе. А даже если вы на постоянной, между там постоянными работами, тоже отдохнуть хочется. Никаких проблем вообще нет. Бэкграунд чек. Значит, бэкграунд чек это такое действие, которое производится, когда человек получил оффер. Он получил оффер. И дальше они говорят, мы должны проверить тебя. Кто ты, что ты там и так далее. И вот он тут задает вопрос. В жизни бывают ситуации, когда либо тебя что-то не устроило в компании, либо ты чем-то не устроил компанию. И не всегда хочется отражать это в резюме. Таки да, друзья. Кто же не поймет. Бэкграунд чек проводится только по местам работы, указанным в резюме. Или может проводиться вообще по всем тем местам, когда либо работал. Ну, никто же не знает, где вы работали. И тут дело даже не в резюме. Дело в том, что вы будете заполнять, я уже сказал, вот это импломент аппликейшн. И, конечно, было бы странным, если бы то, что вы пишете в импломент аппликейшн, отличалось бы сильно от вашего резюме, скажем, с точки зрения мест работы. Но, в принципе, допустим, в резюме вы можете последние 5 лет показывать, а в импломент аппликейшн можете показать 10, если хотите. Но, в общем-то, я бы не стал вот так. Значит, вот чего есть в резюме, то и в импломент аппликейшн. Соответственно, если вы не хотите, чтобы вас когда-то дергали по поводу работы в той компании, ну, так не пишите, не пишите в резюме, не пишите в импломент аппликейшн. Это не анкета там в ФСБ или там ЦРУ, понимаете? Ну, значит, это резюме, это вообще маркетинговая такая брошюрка такая, там, в одну страничку, в две, в три. Вот, собственно, и все. И если вы будете устраиваться куда-то, вот, ну, я не знаю, там, где компетентные органы вами занимаются, вообще это любая госработа, потому что государственные учреждения, насколько я понимаю, они имеют доступ к вашему номеру социального страхования, и там, собственно, все, кто вам деньги платил, все ваши предшествующие работы и так далее, они там видны. Если вы так просто в компанию идете, компания не имеет доступа к вашим вот этим вот рекордам, и они проверяют на основе того, что вы им сообщите о себе. То есть рекорды у них есть какие? Они могут проверить вашу кредит, не то, что могут, они проверяют вашу кредитную историю, они проверяют ваш criminal record, то есть это официальные такие источники, и там вы не спрячетесь. Если у вас там, где-то вас, не знаю, наказали за распространение наркотиков, там, пять лет назад оно вылезет, или там была судимость еще со что-нибудь. Но, что касается опыта работы в той или иной компании, вы можете просто не показывать. Если вы там пять лет работали, понимаете, и в конце концов что-то нехорошее произошло, то как ее спрячешь вот эти пять лет работы, что с ними делать? Как вы будете выкручиваться, я не знаю. Но если вы пришли куда-то, там, поработали месяц или два, и что-то не сложилось, или там, а то и неделю, а то бывает и три-четыре дня, и не сложилось. Ну, так и ничего страшного, значит, не сложилось. Такие дела. Значит, они будут проверять по тем местам, которые вы напишете. Отвечаю уже точно на вопрос. Значит, только по тем местам, которые вы укажете, а об остальных они никогда не узнают. Соответственно, только, знаете что, сделайте некоторый такой контроль, что ли, по вашим соцсетям, например, но минимально посмотрите ваш профайл в Линктыне, потому что они туда придут, и если там стоят какие-то работы, которых нету в резюме и так далее, они это увидят и могут поинтересоваться. То есть сейчас работники вот эти вот, они посматривают и туда, и посматривают и сюда. Если вы будете неаккуратны в этом плане, это может вам выйти боком. Референсы. Значит, в каком виде компании просят предоставить референсы? Подойдет ли, например, в качестве референс, так называемый референс-леттер с предыдущего места работы? Тут вообще очень интересно. Референс – это живой человек, который на самом деле не просто там товарищ где-то, а который является административного уровня, менеджмент-левел какой-то, который над вами, они как-то более ответственны, вот как бы приятель, там не поймешь чего, а вот такой менеджмент-левел. Для очень многих компаний очень важно, когда они проверяют ваши референсы, они туда звонят, вот им важно, чтобы это был не сотовый его телефон, а чтобы это был его рабочий телефон, чтобы на определителе, значит, было написано «компания такая-то» и так далее. То есть это как бы существенно. Для многих. Не всегда, но существенно. Значит, это люди, которые вас знают по работе, и которые были вашими начальниками, не каворкерс, не коллеги просто так. В каком виде? Значит, еще раз, когда вы делаете ваши импломент-аппликейшн, вот вы туда все это указываете. Референсы зачастую, допустим, рекрутер с вами работает, он может захотеть получить ваши референсы до того, как он пошлет вас на интервью. Потому что есть люди, там намутят чего-нибудь у себя в резюме, а потом, когда доходит уже до дела, вдруг выясняется, у них нету референсов, или они что-то там придумывать начинают. И это настолько часто бывает, что сейчас рекрутеры говорят, знаешь что, давай-ка вот референсы. Мы не будем звонить, да? Без вашего разрешения никто звонить не будет. Но, во всяком случае, мы знаем, что они есть. Потому что очень много вот этого шума, такого, да? По сравнению с сигналом полезным на рынке сегодня, что они хотят заранее знать. То же самое с разрешением на работу и так далее. Дальше что у нас? Подойдет ли письмо с предыдущего места работы? Не очень. Не очень подойдет. То есть, все-таки они хотят живого человека. Хотя, надо сказать, в последнее время, все чаще и чаще и чаще предпочитают брать письменные вот эти вот референсы. То есть, они шлют тебе имейл. Иногда эти имейлы, чтобы затвердить, полчаса нужно. Ну, если не понимаешь. Потому что, если понимаешь, там отвечаешь на два вопроса, отправляешь обратно, это тоже нормально. Но если так вот иногда глянешь, думаешь, да, они с ума сошли. Они еще по телефону норовят иногда и 20 минут тоже поговорить. Но тут надо очень различать две вещи. Они, когда звонят по телефону, они либо хотят employment verification, тогда это разговор на 30 секунд. Значит, такого знаем, да. В какой должности, в какой дате пришел-ушел. Нет ли, не было ли с ним проблем. Зарплату еще спрашивают. Мы, например, всегда говорим, это confidential. И никто не в претензии. Не было ли проблем, спрашивают в такой форме. Скажите, а вот он у вас eligible for rehiring? Да, то есть, чтобы его снова нанять. То есть, если вы что-то натворили, например, то вы не eligible. А если так, если eligible, то значит никаких претензий нет. То есть, как бы нормально все. Такая формулировка интересная. Eligible for rehiring. Письмо, reference letter. Я думаю, что это как бы неплохо. В том смысле, что рекрутер, когда пытается вас устроить в компанию куда-то, он все, что может быть в пользу вот этого решения, он приобщает к делу. Правда? Вот я как-то так получил работу. Вот у меня было письмо рекомендательное, я попросил. И менеджер оказался англичанином, который меня тогда нанимал. В Борланде это было. И он мне потом говорит, что ты знаешь, говорит, я когда увидел рекомендательное письмо, у меня прямо так, прямо тепло стало на душе. Есть все-таки, говорит, еще приличные люди, вот у них письма рекомендательные. То есть он такой англичанин, да. Но, еще раз, прекрасно можно без этого обходиться, и как бы система на этом не завязана никак. Шестое. Почему-то, вот это называется Shabbaticals. Shabbaticals. Shabbaticals, вообще говоря, это такой продолжительный отпуск. Вот, допустим, если я проработал пять лет, то мне дают отпуск, там, скажем, не знаю, там, шесть недель. Вот я на эти шесть недель поехал, и я воду. Это может быть и больше, существенно больше. Но вот есть компании, в которых есть вот такая форма поощрения сотрудников. Такой продленный отпуск, если ты много отработал. Почему-то здесь это называется Shabbaticals, хотя отношения не имеет. Иногда иммигрант, почему-то иммигрант, ладно, проработав какое-то время, решает посетить родину и увольняется. Это может не быть иммигрантом, это может быть любой человек. И увольняется по какой-то причине. Стоит ли указывать это как причину увольнения? То есть иммигранту следует указывать, что он именно родину хотел посетить. Ведь следующий работодатель задаст вопрос и причинах увольнения с предыдущей работы. Ага, то есть сначала делается предположение, что предыдущий работодатель спросит, а чего уволился? Вот, а вы скажете, а я хотел родину посетить. И тут, конечно, они должны пустить слезу. А вымочу картинку с березкой. И не покажется ли человек, уехавший в виде причины посещения родины, ненадежным? Да. Вы знаете, всем настолько начать, почему вы куда-то поехали, и зачем, и что вы там делали, и так далее. Единственная причина, по которой люди хотят знать, а что случилось, это не случилась ли какая-нибудь гадость, которая может, скажем, повлиять на их решение принять, нанять вас на работу или не нанять. Что-то такое, что может понравиться или не понравиться. Речь идет о нет ли чего плохого. Посещение какой-то другой страны по тем причинам или этим причинам не является плохим. Вот у меня есть хороший знакомый. И он полгода работает тестером. Вот представьте себе, полгода работает, зарабатывает какую-то денежку, потом садится и летит в Европу. В Европе он берет автомобиль и ездит. Вот месячишко он тут поживет, а то и два. Потом поедет немножко, потом еще поживет месячишко или два. Но он, видимо, как-то это делает экономно, я не знаю. То есть ему хватает, заработал в Кремниевой долине за шесть месяцев, ему хватает, чтобы еще шесть месяцев гулять по Европе. Но вот именно он так, не то что по музеям бежит, а он просто пожить там, посидеть, кофейку попить тихонечко, как-то вот так вот. То есть он живет фактически полгода в Европе на колесах, так сказать, переезжая, полгода тут. И каждый раз находится работа, у него квалифицированная работа. И он так, его, наверное, спрашивают, а что ты полгода тут, полгода там? Он говорит, путешествовать люблю. Разве и любовь к путешествиям это плохое качество человека? Он, конечно, мог бы сказать, я вот там, был в Российской Федерации. Но он может сказать, я по Европе путешествовал. Вы, если будете посещать родину, вы можете сказать, я там путешествую, люблю иногда путешествовать по Европе. Если вы живете в азиатской части, например, в Российской Федерации, вы можете сказать, люблю иногда съездить, то в Европу съезжу, то в Азию. Люблю путешествовать. Но самое главное, что всем пофигу. То есть существенно, что вы ничего не украли, не побили никого. И вот причина увольнения, как бы, такая безобидная. Я вам другое скажу. Если вы хотите съездить куда-то на пару-тройку месяцев, это не всегда связано с тем, что нужно увольняться. Есть ситуации, когда вы можете взять там за свой счет отпуск и поехать. Я не вижу, почему надо обязательно увольняться. Но если хочется именно уволиться и поехать, ну, конечно. Другое дело, что если вы взяли отпуск на три месяца, а захотели пробыть четыре, понимаете, то это как-то вас обязывает. Да, вы можете, конечно, уволиться. Ну, ничего страшного. Я могу вас увидеть. Я не знаю, какая у вас там родина. Может быть, вы своей родиной можете испугать кого-то. Бывает такая родина, что скажешь кому-то, и напугаешь. Но в этом случае, может, вас на интервью просто уже не позовут. Я не знаю. В общем, такой вопрос немножко неожиданный. Да, вот, мне кажется, я на все шесть пунктов ответил. И хочу сказать, что все-таки Сабатикал, это когда вам дают отпуск, еще деньги платят. А если вы сами себе взяли этот спон там Сабатикал за свой счет, то это, конечно, уже не Сабатикал. Это просто вы уволились. Или там, допустим, взяли отпуск за свой счет. Что во многих компаниях вполне реально. Я вам больше скажу. В очень многих компаниях вы можете сказать, ребят, я хочу там вот навестить там бабушку. Давайте я три месяца следующие поработаю удаленно. Вы себе не представляете, с каким пониманием это будет встречено. Вот в очень-очень многих компаниях. Так что, ну, может быть, вам так даже лучше будет, чем вот совсем уже увольняться. Так что подумайте. Счастливо.